Виталий, здравствуйте! Здравствуйте! Август многие поэтично называют месяцем падающих звезд. Это действительно так? Вот нужно ли в этом месяце почаще заглядывать в небо, чтобы что-то там увидеть? В небо вообще нужно почаще заглядывать. Там очень много интересного. Но особенно в августе можно увидеть действительно один из самых красивых метеорных дождей из созвездия Персея. Поэтому он так и называется – Персеиды. Особенность этого звездопада? Особенность в том, что он достаточно мощный и подтвержден. То есть ежегодно с 100% вероятностью можно увидеть до 120 метеоров в час. С другими метеорными потоками так точно не происходит. Есть, конечно, другие леониды, геминиды, которые тоже достаточно мощные. Но они в другое время года, когда холодно и зима. А август – очень комфортный месяц для наблюдений. Чтобы можно было еще и по погоде увидеть, хорошо посмотреть этот звездопад. Кстати, о погоде. Какие должны быть условия, чтобы это было прекрасно все? Должно быть в первую очередь ясное небо. Да. Не должно быть облаков. Не должно быть какой-то дымки. И, конечно, нужно смотреть примерно с 9 вечера, когда уже солнышко село, и до восхода луны. Она в сходе где-то около полуночи, но она будет убывающей, поэтому не очень перемещает. Но все-таки самое комфортное время – до полуночи, когда нет постороннего источника света. Так, что для этого нужно? Для этого нужно уехать из города. Смотреть в городе – это бессмысленно, потому что у нас сейчас очень сильное освещение, огни, фары машин. Все это засвечивает небо. А чтобы увидеть как можно больше метеоров, нужно уезжать километров на 30 от Тюмени. Желательно в поле? Желательно в такое место, где нет искусственных источников излучения. Такие как фонари, фары машин, то есть подальше от дороги, иначе вас тоже ослеплено. Ну, идеальное место – это какое-нибудь садовое товарищество, где экономят на электричестве. И едим там фонарики. Себе на дачу, да, можно приехать? Да, если у вас хорошие такие темные условия. А что для этого необходимо? Владимир, я понимаю, что астрономы используют очень профессиональные, качественные телескопы. Но если у нас их нет, мы сможем это увидеть? Метеорная дождь, метеорные дожди – это, пожалуй, единственное явление, для наблюдения которых не нужна никакая фигура. Главное – это вот широко открытые глаза. Хорошее зрение. Хорошее зрение. Если у вас есть очки, надевайте очки, чтобы увидеть слабые метеорчики. И удобное место для наблюдения. Я рекомендую что-нибудь, типа кресла такого, чтобы удобно было облокотиться, откинуться и смотреть вверх. И дольше двух-трех часов наблюдать не стоит, потому что потом у вас уже рассеивается внимание. Метеоры будут лететь по всему небу, поэтому не обязательно смотреть именно на созвездие Персея. Хотя если прочертить вот треки, опять-таки вот падающие звезды, они будут сходиться в созвездие Персея, потому что радиатор находится там. А как понять, что вот начался тот самый звездопад? Что нам будет идти куда? Ну, во-первых, я вам подскажу по времени. Это ночь с 12 на 13 августа. Когда будет максимум, близки будут максимум 120 метеоров в час ожидается. И можно смотреть на следующую ночь с 13 на 14. Тоже будет хорошо. А как понять, ну, вы просто... Мы просто видим, что падают звезды. Их очень много. Ну, чиркающие, такие маленькие точки примерно раз или два раза в минуту. Значит, это Персеида. Да, вот это имма вот эти вот падающие. Скажите, пожалуйста, на нас, на людях, будет это как-то сказываться? Будем ли мы это чувствовать, что что-то происходит в небе? Ведь небо и земля – это практически одно целое. Ну, я вам гарантирую, отличное настроение. Если вы увидите хотя бы парочку метеоров, это очень красиво. Яркие впечатления, да? Сразу же, да, яркие впечатления. Загадывайте желание. А, сбывается? Обязательно. Вы загадывали это. Хорошо, будем, друзья, проверять. Спасибо большое, Виталий. Всего хорошего. Будем смотреть внимательно в небо. Спасибо.